В региональный парламент и в общественную приемную партию «Единая Россия» стало поступать много вопросов, связанных с ростом цен в магазинах Ямала. Повышение стоимости отдельных видов товаров отмечают жители разных муниципальных образований региона. Председатель Законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин в рамках проекта «Депутатский контроль» посетил несколько торговых точек Лабытнанги. Он провел мониторинг цен на социально значимые продукты, такие как мясо, сахар, крупы. Общался с покупателями и менеджерами магазинов. Подробности в следующем репортаже. Рейды по городским магазинам Сергей Ямкин проводил не раз. Будучи куратором проекта «Народный контроль», регулярно проверял сроки реализации и качество продуктов. Сегодня задача другая – мониторинг цен. Под пристальным вниманием товары, входящие в состав потребительской продуктовой корзины. Продукты, которые у нас в списке сегодня описаны, по ним, по всем отрабатываем. Сахар и салатом, 171 рубль. Резкое понижение стоимости сахара в присутствии проверяющих произошло лишь в одном магазине «Нардопт». В «Магните» и «Пятерочке» цены на сладкий продукт остались неизменными. Конечно, подчеркивали участники рейда, многое зависит от качества и стоимости доставки. Но ведь не случайно правительство ввело мониторинг цен на продукты. Он позволяет быстро вводить меры экономического реагирования в случае их необоснованного повышения. На базе приемных «Единой России» открыли такие вот офисы, депутаты и члены «Единой России» включились в эту работу. Мы принимаем звонки от населения, где они, на самом деле, самые, наверное, строгие – это наши с вами жители, которые приходят в магазин. Они точно знают, какая цена была вчера-позавчера, поэтому они нам, на самом деле, на это реагируют, дают информацию. Мы, понятно, что подключаемся, где-то возможности есть просто с предпринимателями, встретиться, обговорить и выяснить, с чем поднялась цена. Если, понятное дело, если что-то не получается, то мы, в общем-то, собираем документы, даем их ФАС, это федеральная служба, антимонопольная служба. Но если что-то уже у нас не получается, мы обращаемся к своим старшим коллегам, так скажем, в Государственную Думу. В отношении магазинов, которые проверяли сегодня, нареканий от лабытнанцев пока не поступало. Сработали, как говорится, на опережение. Торговые точки выбрали по их популярности у населения. Сергея Мироновича сопровождали городские единороссы и представители общественности. В наличии, в принципе, всё есть. Захар периодически может исчезнуть. А цены, да, это растут немножко. Но сейчас же у нас есть линия запущена, по которой можно позвонить и сообщить о большом росте цен. Главное, чтобы жители проявляли активность, подытожил Сергей Ямкин. Лабытнанги стал первым муниципалитетом, где народный избранник проводил проверку. Работы предстоит много, пообещал он на прощание. Будем проверять и большие, и маленькие магазины. Ирина Якубова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Продолжение следует...